Мы не могли понять, откуда на улицах города взялась эта малышка. Она всегда была голодной и тряслась от холода, но при этом даже не пыталась близко подходить к людям, а от мужчин и вовсе убегала. Мы начали расспрашивать о собачке местных. Одни говорили, что у неё есть хозяева, но это неблагополучная семья, другие, что она жила у старенькой бабушки, которая в последнее время сильно болеет. На девочке был ошейник, который стал ей мал и буквально врезался в кожу. Словить собачку не получалось. Она не доверяла людям, сторонилась незнакомцев. Даже к еде, которую мы ей приносили, собака не подходила, пока мы не отходили на приличное расстояние. Ела собачка так, словно не надеялась, что у неё будет ещё возможность удовлетворить свой голод. Поймать нам её удалось всего один раз, но в этот день мы наконец смогли снять с неё ошейник, из-за которого она уже и дышала с трудом. Первое время собака иногда забегала в подъезд, чтобы погреться, но после перестала. Недалеко от дома поселился мужчина, у которого не было определённого места жительства. Мужчина обижал собаку, а она стала бояться подходить близко к дому. Мы понимали, что прежние хозяева собаки сильно её обижали. Она боялась людей и всего, что с ними связано. Одна из местных собачниц рассказала, что видела, как малышку сильно избивал мужчина. Через время собака загуляла, и за ней начали ходить кобели. Местным жителям эта картина была не по душе. Многие обвиняли в этом живущую в их дворе собачку и грозили разобраться с нею. Мы попытались найти для собаки придержку, вот только в нашем городе с ними сложно, и мы в очередной раз столкнулись с тем, что мест нигде нет. Мы очень боялись, что с собачкой может что-то случиться. У такой красивой малышки были всё шансы со временем найти семью. Для начала мы решили собаку стерилизовать, чтобы уберечь её от стаи уличных псов. В тот день, когда мы стали воплощать свой план, было холодно, с неба лил дождь, который замерзал, не успев долететь до земли. Собачка сидела на улице под дождём, идти ей было совсем некуда. Нам удалось приманить девочку с помощью корма и надеть на неё ошейник. Испугавшись, что мы её обидим, собака начала громко скулить, но через время она поняла, что в безопасности, и успокоилась. Свою новую подопечную мы назвали Терри. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До свидания.